Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня у нас в гостях краевед, пастырь, епископ лютеранской церкви Александр Франц. Он давно занимается историей родного края, пишет книгу, очень известен в Барнауле своими публикациями, его часто приглашают на радио, на телевидение, и слово ему. Я с детства верил в Бога, но я, наверное, был тем, знаете, как говорят, верующим без церкви. То есть мне казалось, что можно верить в Бога и существовать вне церкви. Я так вот, ну, как бы пребывал в своей юности, я даже молился, читал Библию, но в церковь не ходил. И потом, когда вот, как-то, не знаю, произошел тоже такой странный момент, когда вот я занялся изучением своей родословной, у меня была, как бы, у меня русская мама и вот папа немец. Ну, он такой советский немец, российский немец. Ну, то есть его предки приехали, как я потом выяснил, в 1761 году. Они приехали из Курфюршества Пфальц, ну, по приглашению Екатерины Второй, поселились на Волге. Там они основали, они были в числе первых основателей села Красный Яр. Оно еще имеет немецкое название Вальтер. Вот, это было Лютеранское село, они там прожили 200 с лишним лет. И вот в 1941 году они были депортированы сюда, в Сибирь, на Алтай. Вот, а с маминой стороны у меня все старобрядцы, при том такого старобрядцы из-под Тамбова, без Поковского согласия. И вот моя бабушка, она была, одна бабушка у меня была из старобрядки, ну, как бы, она относилась к старобрядческой церкви, а другая бабушка была лютеранка. В принципе, я мог выбрать либо ту, либо другую церковь. Ну, вот я пошел искать в Барновую лютеранскую церковь, я взял бабушкин песенник, такой церковный, он называется «Волга-Дойче-Гезанбух». Я вот с этим «Гезанбухом» пришел, а руководителем общины тогда в Барновуле, в лютеранской церкви, был такой Карл Шмидт, старый, глухой христианин такой, он сначала не хотел меня пускать, он увидел у меня, ну, говорит, зачем ты пришел, ты здесь не нужен. Просто не пускал меня в церковь. Ну, как бы, люди были напуганы, они боялись посторонних, и вот, когда он у меня увидел бабушкин песенник, он сказал «Где ты спер эту книгу?» Я говорю, это моя бабушка, ну, бабушка у меня по этой книге пела песню церковную, сказала «Тогда заходи». И вот я зашел и остался, ну, практически это было сколько, 20 лет назад. Потом он мне передал свое служение, и при этом он как бы со мной это не обсуждал, то есть он просто в приказном порядке сказал, он мне рассказал, что до него был другой руководитель общины, этот старик его воспитал, потом говорит, он умер, я его похоронил, сейчас я тебя воспитаю, потом ты меня похоронишь, он мне сказал, а потом ты будешь здесь старше. Ну, в принципе, так и получилось, только мы с ним собирались учиться два года, он умер месяца через три, у него был рак легких, хотя он, сами понимаете, как верующий человек, он не курил, то есть вел достаточно здоровый образ жизни, но умер от рака легких. Я его похоронил, стал старше, меня выбрала община тогда, ну, при этом, вот, знаете, после выборов там выступила одна пожилая прихожанка, она мне сказала, ты не думай, что вот, как бы, не гордись, что ты здесь стал старшим, потому что люди годами к этому стремятся, и вот годами сидят где-то на задней скамеечке, чтобы потом когда-то стать пастором церкви, но она сказала так, что это было Божье провидение, Богу зачем-то понадобился наш старый Карл, Бог его забрал к себе, но так как место это пустовать не должно, поэтому он привел тебя, и она мне сказала, ты не думай, что ты сам пришел в церковь, просто Богу нужен был человек на замену Карла. Ну, вот, как бы, я с этим согласился, с ее выводами, и остался в церкви, хотя я никогда не мечтал быть пастором, я всегда вот думал, что я буду где-то вот сидеть там, с краешку, возле печки. Я когда начал ходить в церкви, у нас было действительно печное отопление, мы сейчас провели газ. Знаете, когда люди поют на немецком языке, а ты его знаешь плохо, и проповедь на немецком языке, и вот ты садишься возле печки, начинаешь плевать носом зимой, и так пригореваешься, я первое время засыпал, то есть это было вот прям, я боролся со сном, потому что я засыпал под это мирное пение. Потом я перевел богослужение уже на русский язык, у нас оно сейчас двуязычное, на русском и немецком языке, и ходят у нас и русские, и немцы, один молодой человек, даже эстонец, он сказал, я хочу вот быть среди своих предков. Вот так, как будто я оказался в общине. Дело в том, что вот Андреас Бейер, будучи лютераненом, он первое, что сделал, он приказал построить православную церковь, потому что, ну, как бы большая часть работников здесь были русские и православные, и вот для них эта церковь была построена, первая деревянная церковь, вот, и при ней сразу стало образовываться кладбище. И вот когда Андреас Бейер умер в 1751 году, встал вопрос, где хоронить этого человека, ну, как бы по нынешнему званию его, наверное, назвали губернатором края, а тогда это называлось главным начальником Лавана-Воскресенских горных заводов. Его похоронили вот на этом маленьком кладбище при православной церкви, и возник такой скандал, потому что, когда это дошло до Тобольского православного митрополита, а эта округа, она кормлялась вот как раз из Тобольска, там проживал православный митрополит, митрополит Сергий. Вот, он обратил на это внимание, приказал разобрать вот наружную часть этого захоронения, убрать с него иконы, сказал, что не гоже, вот, он отругал местного православного священника, что он отпевал лютеранину, вот, и приказал вот убрать с могилы эти иконы, занести их в церковь, ни в коем случае больше не отпевать лютеран по православному обряду, и, вот, как бы, в ходе этого, как бы, конфликта, вот, стали выясняться подробности, почему, собственно, Андреас Беер не был похоронен на своем лютеранском кладбище, почему лютеранина похоронили здесь. Дело в том, что за год до смерти Беера, в 1750 году, у него умер годовалый сын, который был крещен по православному обряду, почему он был крещен в православной церкви, потому что лютеранский пастор на тот момент еще не прибыл в Барнаул, ну, и вот, как бы, пристили ребенка в православной церкви. И когда ребенок умер, он был похоронен на этом маленьком кладбище первом, в этом же году умер родственник Беера офицер Мансуров, он умер в Колыване, его тело привезли в Барнаул и похоронили вместе с сыном Беера. А уже, когда через год умер Беер, его, собственно, туда похоронили, третьим, к сыну. Ну, наверное, этим было определенное место, что там уже начинала образовываться такая родовая усыпальница. и пришлось вот, ну, как-то общаться с этим митрополитом Тобольским, чтобы он поменял свое решение, он смягчился, сказал, что ладно, оставьте захоронение лютеранина там, на месте. Он, ну, ему нужно было найти какую-то причину, почему вот он смягчился, не просто с ним, что кто-то поговорил там, да, из влиятельных людей. Он написал, что я узнал, что вместе с лютеранином похоронены два православных. Он имел в виду вот этого Мансурова родственника и годовалого сына Беера, он сказал, вот ради этих православных оставьте иконы, только занесите во внутреннюю часть склепа, то есть там был, он его называет не склеп, он называет его голбчик, занесите в голбчик. И вот это захоронение, оно существовало все эти годы, даже когда церковь была разобрана, и рядом стали устроить каменный собор. Это маленькое кладбище оставалось, ну вот в годы уже советской власти оно попало вот под асфальт. Долгое время было под проезжей частью улицы Ползунова. И вот, да, в прошлом году искали и это захоронение Беера, и захоронение других известных личностей. Там, например, у нас одним из начальников горного округа был такой интересный человек по фамилии Качков. Никто не знает, кто он был по национальности, кто-то называет его Словаком, но про него сказано «выезжачий из Венгрии». То есть его национальность называют и венгром, и словаком, кто-то даже называет его немцем, кто-то называет его поляком. Вот он был начальником горного округа, и у него умерла жена достаточно молодая, он сильно переживал, подал в отставку. Но жену он похоронил в Бранауле, вот как раз на этом кладбище. И плита с этого кладбища в советские времена, она была интересная, яшмовая плита, ее перенесли, она хранится в Краевеческом музее. Красивая плита с эпитафией на немецком языке, потому что жена у него была немка или таранка. Ну вот это вот единственное равновещественное доказательство того, что сохранилось с этого кладбища. Мы нашли множество захоронений, практически больше половины захоронений этого кладбища это детские захоронения, потому что, по всей видимости, в те времена была высокая детская смертность. Ну вот как бы историкам это интересно, потому что они сами не ожидали то, что они найдут. Но вот как идентифицировать захоронение БРа, пока мы не определили, но в Москве проживает его потомок в седьмом поколении. Мы как-то вот рассчитываем на анализ ДНК этого потомка. Сейчас надо понять, какие останки брать для анализа, что сравнивать. Спасибо. Я должен извиниться вначале, задал вопрос про хобби, но теперь понимаю, что это не хобби, это ваша жизнь. Столько знать, столько интересоваться всем. Я впечатлен. Как-то не знаю, повторюсь, просто периодически всплывает. У нас в городе Барнауле, например, есть загадочные ворота. Это они оформлены в одной из арок, в центре города, между жилыми домами. Ворота эти кованые, с элементом отчигунины. В 1954 году отливка, это год после смерти Сталина. И что самое интересное, чугунная отливка на этих воротах сделана в форме розы лютера. Это известный символ лютеранской церкви. Как ее описывал сам лютер, это роза с пятью лепестками. Между каждым из лепестков там есть такие ответвления, их называют языками святого духа. В центре этой розы помещен стилистически обработанное человеческое сердце. И в центре этого человеческого сердца крест. И как лютер описывал, он говорит, эта белая роза – это символ чистоты нашей веры. Языки пламени – это языки святого духа, как наша вера пламенеет. И вот в центре нашего сердца крест как признание, как основание нашей веры. И вот кто сделал эту розу, розу лютера, отлил с чугуни и разместил на этих воротах в 54-м году – это загадка. То есть, ну, как бы по тем временам размещение религиозных символов в центре города, во времена таких, ну, можно сказать, уже, ну, 54-й год – это все равно гонение на церкви. Вот это, то есть, неизвестно. Здесь дело в том, что эти дома проектировали ленинградские архитекторы. И вполне возможно, те архитекторы, которые проектировали эти дома, ну, как бы они делали эскизы этих ворот, и, может быть, они как-то вот скрыто разместили эти символы. Но я вот как местный человек, как горожанин, я долгое время проходил мимо этих ворот, я ходил годами. И я никогда не замечал на этих воротах никаких вот лютеранских символов. И вот когда мы построили вселенную Трышкину на лютеранскую церковь, и встал вопрос, что там разместить на витражах. И мы думали, ну, то есть, какие вот, какие изображения должны быть на витражах. И я придумал, ну, давайте на алтаре и на витражах изобразим родную лютера. И вот как только это мне пришло в голову, на следующий день, проходя по центру города, я остановился как вкопанный у этих ворот и просто увидел вот на черной чугунине вот эти отливки. Как я их не замечал раньше. Ну, как бы и то, и другое загадка. И у нас никто, ни из историк, ни какие историки, ни краеведы, они не могут понять, откуда эти лютеранские символы взялись. То есть это ворота местные, местного изготовления, но кто их изготовил и кто нанес туда розу лютера, это вот загадка. Они у нас стоят в городе, можно любоваться. Послушайте, можно сказать, что спецслужбы проворонили от КВД тогда? Может быть, кто-то из заключенных? В те времена, да, потому что, я думаю, если бы это заметили, ну, я думаю, бы точно был нагоняй для их изготовителей, их бы так не оставили, эти ворота. То есть их, я думаю, эти бы символы христианские, они бы были точно с ворот были сняты и назад отправлены в переплавку. Но, вот, может быть, знаете, что еще спасало? Дело в том, что это чугун, и он покрашен вот, ну, как бы черной такой краской. Ну, то есть, я имею в виду, они не бросаются в глаза, это надо подходить, целенаправленно рассматривать. Ну, опять же, может быть, как-то горожане просто любовались этими розами и не замечали внутренних христианских символов, зашифрованных. Ну, если уж и вы, и литературный священник не видели, то что говорить о простых людях? Ну, да, да, да. Я потом, когда обращал внимание наших архитекторов и искусствоведов, они сами ходили к этим воротам, звонили мне, говорили, вот, Александр, я сегодня пошел и первый раз их тоже там увидел. Никто не обращал внимания. Это вот как-то вот они... Хотя это центр города, это главная магистраль, это бывший московский проспект, который сейчас называется проспектом Ленина. И вот фактически в центре города эти вот такие странные-странные непонятные ворота. Знаете, как интересно, как люди боялись открывать свое прошлое, свои корни. В 91-м году, начиная служение в Тарусе, здесь вот у нас, в Калужской области, известный город, маленький такой, уютный, хороший, пришли на служение одна семья. И, как выяснилось, они потом пригласили в гости, они были литеране, так скрывали свое. И их папа, он еще был, ну, уже в преклонных годах, через несколько лет он умер, и он был пастором тоже где-то. Он не все рассказал мне, но боялись люди говорить, даже в 91-м году. Ну, вот так я тоже... Они боялись буквально до последних времен, то есть уже, собственно, вот тот дом молитвы, Бетхаус, куда я пришел, церковное здание, его уже приобрели, уже в перестроечные времена, потому что до этого общину преследовали. В городе Барнауле она возродилась вот как раз из ссыльных депортированных немцев, где-то вот на границе 1953-1954 года. Изначально это даже было две общины, потому что они были многочисленные. А, ну, как бы, чтобы власти сразу не наблюдали большую толпу верующих, они вот разделялись по территориальному признаку и тайком собирались. Да, они практически все преследовались, многие прошли лагеря. Вот тот брат, который меня рукополагал, Эммануил Бец. Это наш, ну, такой прокопьевский заслуженный литеранский брат. Его рукополагали братья, которых рукополагали, в свою очередь, в сталинских лагерях. Это вот то, что называется братские пиетические общины. Они, в принципе, на Волге существовали все 200 лет и существовали параллельно вот с официальной православной церковью, то есть как бы, ну, соседству не мешая друг другу. А вот когда уже государство уничтожило, ну, советская власть, она уничтожила вот такую официальную литеранскую церковь, то остались только братские общины, они вот эти, брудергемайнды, они продолжали собираться. Практически они очень стойко сопротивлялись советской власти. Их достаточно трудно было ликвидировать, потому что, ну, нужно было сначала выявить руководителя общины старшего брата, а он, как правило, ну, как сказать, ничем не выделялся вот на фоне, то есть он так же где-то там... Ну, они обычно, знаете, как они старались устраиваться, чтобы можно было готовиться к проповеди, к богослужению, они старались устраиваться там или вахтерами, или сторожами, то есть вот, ну, как бы, не ходили, не носили колорадки, поэтому верующих не предавали. И очень трудно было советской власти понять, кто он главный. У нас даже вот была соседняя община, баптистская, то, что называется, инициативники. И я читал, ну, такие документы, документы КГБ того времени, они говорили, очень трудно внедрить, внедрить в баптистскую общину вот этих инициативников, своих агентов. И как-то, ну, они пытались поссорить общину, заставить друг на друга доносить, потому что в общине все друг другу родственники, и никто не хочет доносить на родственников. И вот у них были большие с этими проблемы. Ну, в лютеранских общинах тоже. Здесь в основном общины были такие мононациональные. Даже, вы знаете, происходила конфискация, когда у них отбирали религиозную литературу, то есть, ну, то, что называется религиозной литературой, там доходило до смешного, когда уже в перестроечные времена уже вот нынешние ФСБ мне эти книги возвращало. Там было интересно, например, в числе конфискованных книг было издание «Политиздат» советское на немецком языке, «Справочник по вооружению стран НАТО». Его конфисковали, просто люди, которые занимались конфискацией, они не знали немецкий текст и просто вот на всякий случай забирали все книги на немецком языке. Ну, вот что называется, про запас там. И я видел эти, знаете, когда вот они, видать, у кого-то спрашивали переводы, и вот Библия, и там карандашом на обложке подписано. Это ихняя Библия. Это ихний Новый Завет по-русски. То есть они пытались понять, какие книги они конфисковывали, но, наверное, обращались к кому-то, кто вот какие-то хотя бы слабые представления были о немецком языке, они для себя подписывали. Прямо, ну, как бы в больших количествах вывозили. Вот у нас в немецких селах на Алтае мне старые верующие рассказывали, что мы знали, когда приедут уполномоченные, когда приедут милиционеры конфисковывать. И мы, говорит, шли, мне вот верующие рассказывали, мы, говорит, шли и во дворе закапывали эти книги. Закапывали Библии, песенники, мы, говорит, выстилали, делали ямпу, туда все закапывалось. Потом приезжали с проверкой, уезжали. Ну, мы, говорит, обычно какую-нибудь старую книгу им подбрасывали, потому что они не могли уехать без наживы какой-то. И мы, говорит, им жертвовали какую-нибудь старую книгу, которая нам была не нужна. А когда я их спрашивала, я говорю, а как же вот они узнавали, а как же вы узнавали, что к вам приедут с проверкой. А у нас ходила одной из прихожанок, была вот мама местного начальника. И вот он говорил матери, мать передавала нам. Ну, то есть люди в селе, они как бы все друга знали, никто не хотел нанести никакого ущерба, поэтому вот там эти проверки носили такой формальный характер. Общины существовали, у нас на Алтае было порядка 20 сельских общин, таких именно братских, пиетических. И они, кстати, вот знаете, где-то во многом напоминали харизматов, потому что были богослужения, люди на этих богослужениях так истово молились Богу. Я еще застал эти богослужения, когда люди на богослужении во время молитвы плакали. Я спрашивал, почему вы плачете, они говорили, ну, как бы душа этого просит, такой катарсис очищения. Ну, они не знали слова катарсис, но по ощущениям мне рассказывали, что если ты во время молитвы не заплакал, значит, ты плохо молился. И это была вот такая открытая молитва вслух. Скажи, вот смотрите, вы начали с Демидова, да? Ну, тогда ходило слово такое, их называли почему-то заводчиками. А для меня вот вы такой потрясающий рассказчик, если можно так сравнить заводчика с рассказчиком. Слушайте, вас слушать и слушать приятно. И я для себя открываю, знаете, как будто на урок неизвестной России. В университет с лекциями, знаете, когда вот ты начинаешь рассказывать историю Лютеранской церкви, ну, а потом, как бы, я говорю, там, вторая часть – это вопросы-ответы, предлагаю, чтобы меня спрашивали. Когда спрашивают о Лютеранской церкви, когда люди спрашивают, мы православные, меня спрашивали там, я говорю, ну, к вам приходит и православный священник на лекции, спрашиваете у него. И вот люди, например, задавали вопрос, да, почему свечки нужны в православной церкви? Я говорю, ну, объяснял бы, это, наверное, для красоты. Они говорят, нет, у свечек вот есть какая-то сакральная функция, может быть, они молятся. Я говорю, свечка – предмет неодушевленный, она Богу молиться не может. И вот у студентов это вызывало сомнение, что, может быть, свечкой как-то вот можно, там, не знаю, заколдовать там, что-то, чтобы сделать, чтобы что-то произошло. Я предлагал студентам, я говорю, вы можете пойти в церковь, ну, вот кто из вас ходит в православную церковь, поставить мне свечку за упокой, потом я приду на следующую лекцию, я буду живой. Ну, то есть я им пытался объяснить, что свечка, ну, она не может молиться, не может нанести человеку вреда или как-то особенным образом помочь. Потому что вот у нас в Литеранской церкви тоже есть свечи, но они, ну, больше, наверное, как бы для красоты. То есть мы зажигаем во время богослужения, ну, какого-то вот такого сакрального, тайного смысла мы им не придаем. А вообще мы дружим с православной церковью. Здесь и у меня есть друзья православные священники, и они всегда говорят, что вот вы местные, то есть вот мы Литеране там появились на Алтае одновременно с православными, поэтому они нас вот, ну, как бы за секту не считают. Хотя вот когда меня люди спрашивают, ну, обычные люди, что называется, там, с улицы, когда они узнают, что это Литеране, это, наверное, секта какая-то. И я вот, честно, я как-то немножко сначала спорил, а потом я понял, что можно, ну, как бы нужного результата достигать и иначе, и я стал сознаваться, я говорю, да, мы секта. Я говорю, в нашей секте состоит, ну, практически большая часть населения Швеции, население Финляндии, Дании, значительная часть населения Германии. И вот люди, которые бывали в Германии, они говорят, ну, да, мы знаем, как бы хорошая страна, люди живут сытно. И они говорят, наверное, ваша секта хорошая. Я говорю, да, вот. Если вам нравятся порядки в Германии, да, вот это люди с нашей сектой там. Понятно. Когда устаешь разубеждать. Так вы не первый пастор, вам вот это переходило, переходило, переходило. В каком колене вы уже здесь тогда, в Барнауле, пастором? Ну, вот я специально считал, ну, включая вот наших старших братьев, которые фактически выполняли пасторское служение, начиная с первого Иогана Готлиба-Леубы, я, ну, 26-й пастор. Это если, как бы, вот я действительно всех учел, потому что я вот по архивным данным, я долго-долго занимался изысканием. Вот я вот упомянул первого нашего лютеранского пастора Леубы. У нас есть еще один замечательный пастор, который приехал на смену Леубы. Но он был не немцем, он был шведом по национальности. Эрик Густав Лаксман. Он так увлекался наукой, и он, собственно, вот на Алтае немножко профанировал свое пасторское служение. То есть он не часто проводил богослужения, но он зато открывал новые минералы, он открыл несколько новых видов животных. Он открыл и описал азиатского бундука, алтайского цокора, среднюю бурозубку. То есть это все названы в том числе и его именем, эти животные, виды растений. Он открыл новый способ получения стекла. И вот когда он отсылал гербарию, он собирал гербарию, минералогическую коллекцию, он отсылал это в Швецию, в Санкт-Петербург. Его избрали академиком Петербургской академии наук, будучи пастором. Его избрали академиком Шведской академии наук. И при этом, что академиком Шведской академии наук, он уже стал как российский подданный, фактически в Шведской академии наук было два иностранных члена из России. Одним был Ломоносов, он был шведским академиком, и вторым академиком был барнаульский пастор Лаксман. И когда он уже закончил свое служение на Алтае и перебрался в Иркутск, там с ним произошла еще одна удивительная история с бывшим алтайским пастором. В Иркутск привезли японцев, потерпевших кораблекрушение, а он, как ученый, он хотел посетить эту закрытую страну. И он взял старшего японца, который был капитаном потерпевшего корабля, Кадай, и он отвез его, представил Екатерине Второй. И Екатерина Вторая санкционировала экспедицию в Японию, ну, под предлогом возвращения этих японцев, потерпевших кораблекрушение, чтобы посетить эту страну. Только она не разрешила поехать академику Лаксману, она во главе экспедиции поставила его сына, Адама Лаксмана. Это человек, который рожден был в Барнауле, крещен в Барнаульской литеранской церкви. Он был первым руководителем первой экспедиции в Японию. Экспедиция была успешная, то есть было получено разрешение на посещение этих японских островов. И вот как бы с этим он вернулся, Адам Лаксман. Его Екатерина Вторая наградила его и его отца Академико Лаксмана званием. Разрешила им, он привез после посещения Японии три японских меча, подаренных японским императором Екатерине Второй. Она им разрешила на своей семейной печати размещать это изображение этих трех мечей. И потом японцы... Был снят уже во времена перестройки такой хороший художественный фильм, но на исторической основе вот об этом путешествии. И там роль академика Лаксмана, эмилютранского пастора, играет Олег Янковский. Екатерину Вторую там играет Марина Влади, а вот пастора Лаксмана играет Олег Янковский. И в Тольцах они построили... Бывший барнаульский пастор в Тольцах под Иркутском он построил стекольный завод. И компаньоном по стекольному заводу, то есть он обладал уникальной технологией, но у него не было денег на завершение строительства и деньги. Ему дал один купец, которого научил химии, а потом этот купец стал правителем Русской Америки. Это был Баранов. Он был его компаньоном Лаксмана в Иркутске. Сейчас это как бы уже пригород Иркутска, и там, собственно, вот этот музей Тольцы размещен, посвященный как раз Лаксману, ну и другим там последующим владельцам этого стекольного завода. Александр, вас остановить невозможно. Хочется слушать и слушать. Но я сейчас возвращусь к вашей семье. Вы сказали половина лютеране, половина старобрядцы. Есть что-то, что вы искали о старобрядцах? Почему я спрашиваю? Потому что у нас в Калужской области вот в этом году будет праздноваться 300-летие. Там известный монастырь Боровский и протопол Павлакум там находился, сидел. Вот, очень много. У нас свои есть. Не много в области, но есть и поповцы, и беспоповцы. Вот. Что вы нашли в своей семье? Наверное, это будет последний вопрос, я буду завершать. Моя бабушка, которая была из старобрядчика семьи, из тамбовских христиан, они переехали сюда, ну, то, что называется Столыпинские переселенцы. Им давали землю здесь, в Алтайском крае, в Залесовском районе. Это такой, ну, глухой, достаточно таежный район. И там было много старобрядческих сел, и они были именно беспоповцы. Ну, вот, может быть, на мою беду, если архивы касательно пововских немцев, они сохранились в городе Саратове, в городе Энгельсе, в филиале областного архива, то есть там можно по церковно-приходским книгам восстанавливать историю своей семьи, потому что это, ну, это, наверное, ну, уникально, и, с другой стороны, наверное, единственный документ, по которому вот можно восстановить свою родословную, потому что, ну, вот, вы знаете, что все лютеранские пасторы, да, менялась в обязанность не просто там совершать богослужения и исполнять таинства, но они должны были вести церковно-приходские книги, записывать все акты прещений, смерти, отпевания, венчания. То есть там, ну, практически история любой семьи, можно проследить там за много столетий. Вот такие же церковно-приходские книги вот по моим родственникам из Залесова по старобрядцам, к сожалению, ну, в 20-е, 30-е годы при советской власти эти церкви были сожжены вместе с этими книгами, поэтому вот там мне как бы очень скудно, мне было тяжело это восстанавливать. То есть больше воспоминаний родственника, но таких вот документальных свидетельств архивных я не нашел. Ну, до Тамбова, к сожалению, не добрался, может быть, мне следовало поискать под Тамбовом, но вот пока был уже жив мой дедушка, у меня один дедушка немец, он умер в самом начале войны, когда был сюда депортирован, но у него было плохое здоровье, он как бы по состоянию здоровья и не мог быть ни в трудармии, там, в сталинском лагере, ни в Красной армии, вот он умер здесь уже по приезду, а дедушка, вот, который с маминой стороны, он наполовину украинец, наполовину поляк, он практически всю войну прошел, его в 1939 году забрали служить в срочную службу, он отслужил три года, тогда служили три года, ему нужно было демобилизоваться, началась война, и вот он как бы даже не навестив как бы родителей, он с 1939 года по 1945 воевал, и он был в плену, был в концлагере, бежал, партизанил, вот я его, ну, как бы, с большой теплотой вспоминаю, потому что для меня это тоже такие, его воспоминания о войне, они такие, знаете, как они не книжные, потому что, когда человек это сам пережил, я вот его спрашивал, говорю, ну, как ты вот, на войне, ненавидел ли ты немцев, да, как ты воевал, он говорит, ну, когда бежишь в атаку, тогда, ну, главное, главное это выжить, ты стреляешь, ты должен убить вперед, впереди там человека, который против тебя с оружием, он говорит, ну, когда бой заканчивался, он говорит, мы никогда там, у нас не было, чтобы мы льстили пленным, то есть если люди сдаются, поднимают руки, он говорит, ты отводишь их в тыл, ну, дедушка у меня был такой, знаете, как, наверное, как украинец, он немножко был таким сиборитом, он никогда тоже не пил, не курил, но он любил покушать, он любил петь, он пел в церковном хоре, в православной церкви после войны, он играл на всех музыкальных инструментах, он играл на мандолине, у него была дома мандолина, аккордеон, балалайка, гитара, на войне он играл на скрипке, он мне рассказывал, когда они захватили немецкие окопы, и ему досталась немецкая трофейная скрипка, и он говорит, я вечером сел играть, звук раздается над полем, слышно, и в немецких окопах слушают с той стороны, и наши слушают, ну, а потом, говорит, началась артиллерийская канонада, прибежал командир и сказал, вот ты, наверное, своей игрой на скрипке вызвал на нас этот огонь артиллерии вражеской, выхватил скрипку, замахнулся ударить мне по голове, он говорит, я успел только отвернуться, скрипку разбил мне о спину в клочья, дед сожалел, что он потерял эту скрипку таким образом, он дошел, он уже после, даже где-то после 45-го года, он воевал еще какое-то время в Чехословакии, я имею в виду, после мая, потому что там еще какие-то были отдельные стычки, и вот он уже с медалью за Чехословакию вернулся, вернулся с вами. Он тоже верил в Бога, но вот, к сожалению, вот он так до конца своей жизни он как-то и не дошел до церкви, хотя в хор ходил петь и пел за деньги там, он говорит, мне хорошо платили, у него был баритон, он говорит, поп с удовольствием, брал меня и всегда платил, он был такой платный-платный пелец, он пел красивые песни на польском, на украинском языке, у него были любимые песни. Александр, большое спасибо, эфир подходит к концу, очень благодарен вам за такую неизвестную Россию, действительно, многим нам неизвестная протестантская, евангельская Россия, наша страна, которую мы любим, молимся и благословляем. Дай Бог побольше нам узнавать с каждым новым человеком на нашем канале о нашей стране, о нашем прошлом и строить настоящее наше будущее. Нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был литеранский священник, епископ Александр Франц, город Барнаул. Большое спасибо вам. Вам спасибо, мне тоже было приятно с вами побеседовать. Спасибо большое. Мы ожидаем, что в следующий эфир вы расскажете нам еще что-то. Я приглашаю вас к участию. Если вас позовет, это обязательно. Обязательно, обязательно. Я обещаю вам, я думаю, что это понравится нашим зрителям. Спасибо большое еще раз. Напоминаю, с вами был я, епископ Альберт Равкин и наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, поддерживайте нас, сделайте репост и обязательно комментарии в YouTube. Благослови вас, Господь! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...